Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире, ведущая в студии Ирина Чекунова. Сегодня наша очередная встреча в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На территории Тверской области действует 285 отрядов юных инспекторов движения. В этих отрядах состоят около 3000 детей и подростков. Какой вклад в обеспечение безопасности дорожного движения вносят юные инспекторы дорожного движения? Кто может стать общественным помощником инспектора ДПС? Об этом и многом другом поговорим в программе «Тема дня» на радио Монте-Карло. Сегодня мои собеседники – заместитель начальника отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области Павел Анатольевич Власов и педагог-организатор школы номер один города Твери Татьяна Павловна Тарасенко. Уважаемые друзья, здравствуйте. Давайте мы все-таки расскажем нашим радиослушателям, кто такие юные инспекторы дорожного движения, да? Кого они объединяют? Вот цифры довольно-таки впечатляющие. 285 отрядов, около 3000 человек. Чем занимаются дети? Какая основная цель? Отряд ЮИД – это творческое объединение школьников, которые помогают школе в организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного движения среди учащихся в своей школе. Я бы назвала ЮИД-девиц – это организатор, художник, актер, музыкант, журналист, режиссер, звукооператор, архомитель. То есть данное движение учит детей развиваться всесторонне. Но прежде всего это знаток правил дорожного движения. Да, все-таки, наверное, это в первую очередь, потому что вы назвали такие качества – это в пору идти в театре служить или в кино сниматься. Для чего такие качества нужны детям в тех же самых отрядах? Отряд ЮИД занимается пропагандой правил дорожного движения среди учащихся, чтобы заинтересовать детей, не переходить дорогу в неположенном месте. Это тоже очень важно. Все в лицах показывать, да, ситуацию обрисовывать, как в действительности. В нашей школе есть мобильный городок. И мы с начальной школы прям проигрываем эти ситуации, особенно экстренные, которые нужно им запоминать. И поэтому я считаю, что я набираю в отряд ЮИД только актеров. Ничего себе. Только детей, которые вот горят этим. Давайте мы подробнее о вашем опыте поговорим чуть попозже. Павел Анатольевич, несколько слов об истории движения. Ну смотрите, вот в целом развлечение детей в пропаганду безопасности дорожного движения началось еще в 60-х годах прошлого века. То есть во многих парках отдыха оборудовались площадки, которые обустраивались приближенно к уличному движению. И дети, значит, увлекались в это движение, и занимались пропагандой безопасности дорожного движения в том числе. Непосредственно же днем рождения движение ЮИД считается 6 марта 1973 года. Это было подписано положение об отрядах ЮИД совместно с Министерством просвещения СССР тогда, Министерством внутренних дел, ну и, естественно, при участии комсомольской организации. И вот этот день считается практически 40-50 лет, 47 лет прошло с момента. Вот Кратяна Павловна уже сказала, да, вот эти такие качества, и требуются качества ЮИДовцам. Почему это требуется? Потому что, я просто немножко в целом скажу, потому что они создают школьные радиопрограммы, разрабатывают наглядную агитацию, проводят беседы с младшими школьниками, с родителями. Собственно, поэтому и требуется такой вот... Вот те качества, которые она перечислила, да? Такая родосторонняя, такая направленность. Надо же уже, насколько возраст у юных инспекторов. И все эти годы, практически все эти 50 лет, вы работали с молодежью, да? В Тверской области создавались отряды, и не прекращалось это движение? Ну, в какое-то время это движение начало затухать, да, в определенные, всем известные, там, может быть, конец 90-х годов, да? Но сейчас, сейчас этому придается большое внимание даже на федеральном уровне, да? Вот о котором мы сейчас говорим все часто национальные проекты безопасные качественные автомобильные дороги, и внутри которого еще безопасность дорожного движения проекта. Вот в этом проекте непосредственно одна из задач – это возрождение движения ЮИД. Но это оно началось... Проект действует с 2019 года, но возрождение началось гораздо раньше. Вот, Татьяна Павловна говорит, а с 2017 года работает. Но при этом, ну, движение-то оно, по большому счету, не прекращалось. Тут больше вопрос, энтузиазм самих педагогов. Сейчас как-то больше наглядной агитации, больше материалов, с которыми можно работать. Поэтому сейчас это прямо, можно сказать, на волне, это движение. А вообще, насколько помощь общественных организаций, все-таки юные инспекторы дорожного движения, это по большому счету общественник, как, Павел Анатольевич, важно для управления ГИБДД на дорогах. Насколько важна вот эта вот инициатива той же молодежи? В первую очередь, наверное, движение ЮИД, оно, ну, оговорюсь, школьники могут участвовать в отрядах ЮИД до 12 лет. Соответственно, вот такой возраст, он больше подвержен таким, так сказать, самосознанию такому своему. То есть если они сами являются инспектором, то понятно, что он сам нарушать точно не будет. Вторую очень важную роль играют эти отряды, это в помощь, в пропаганде безопасности среди именно школьников, младших школьников. Ведь если перед вашими друзьями и однокашниками выступает такой же молодой человек или девушка, то, наверное, однокашники воспринимают информацию более эффективно. Ну, конечно. Поэтому нельзя переоценить значимость этого движения. До 12 лет. После 12 уже как бы человек занимается учебой или чем-то другим. После 12 уже юных инспекторов нет, да? В старших классах, скажем так. Непосредственно, да, отряд ЮИД, он входить не может. Но вот Татьяна Павловна, они свое ноу-ха открыли, то есть они развивают это дальше. Да-да-да. Дальше, да? До 12 лет, конечно, это инспектора движения, а затем у нас волонтеры. То есть в начальную школу они идут, имени сообщения, возможно, и викторины проводят. То есть уже волонтерское движение юных инспекторов движения. Вот Павел Анатольевич сказал, что многое зависит от инициативы педагогов. Татьяна Павловна, а вы-то как к этому занятию пришли? Да, что вас подвигло саму? Это же тоже должен интерес существовать? Вообще я автомобиль не вожу. Вот это... Ну, может быть, поэтому и ценнее ваши опыты и занятия с детьми. Да, наверное. Ну, в общем, я, наверное, скорее всего пассажир, потому что я сдавала на права, но так и не села на руль. Ну, изучила правила дорожного движения, вот и до. Поэтому мне сейчас вот легко работать с ребятами. Просто у нас, конечно, давно уже, с 2013 года в школе отряда ЮИД. И занимались там им, и было, и вот мне как-то предложили в 2013 году. Ну, в году говорят, вот безопасное колесо, Татьяна Павловна, все равно вы готовите, давайте вы будете заниматься отрядом ЮИД. Какие результаты? Мы на России, 24 место в Кирской области. Это сколько всего регионов? 82 регионов. Из 82, 24. А где проходил конкурс? Казань. Казань? Конечно, Казань нас покорила. Отношения с ГИБДД и областным городским очень такие вот добрые. Сколько человек ездило на этот всероссийский конкурс? На этот всероссийский конкурс ездило 4 человека. Два мальчика и две девочки. Ну, как бы мы готовились с третьего класса. То есть в четвертом классе уже у нас в сентябре мы областной победили. Конкурс «Безопасное колесо» и дали нам трамплин «Готовиться на Россию». В общем, хочу сказать, в совокупии с отделом пропаганды областного, городского, ГИБДД начали подготовку. Но огромное значение здесь, конечно, еще и родители. Потому что без родителей, я думаю, мы бы, наверное, немножечко и потрудились бы. И место было бы, и победа была бы другая у нас. Почему? Потому что нашу основную работу никто не отменял. Поэтому вот я хочу сказать, что центра вот этого специализированного, который подготовка к безопасному колесу, на него не хватало. Но мы находили время, находили место. Огромное спасибо хочется сказать отделу пропаганды областного, ГИБДД, во главе с Андреевой Еленой Юрьевной. Которые, ну вот она под ее руководством занятия проходили. Григорьев Александр, Бархатова Наталья, Громов Александр тоже. Они приходили в нашу школу, мы детей снимали. И порой с уроков, когда вот уже прям в мае, мы в июне уезжали на российский конкурс. А в мае мы прям вот вели уже прям, ну почти что каждый день они навещали нас. На стадионе, на велосипедах катались, восьмерки. Не рисовали, а фишками. Затем мы связывались с Красным Крестом. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире программа «Тема дня», ведущая в студии Ирина Чекунова. А в гостях у меня заместитель начальника отдела ОГИБДД ОМВД России по Тверской области Павел Власов и педагог-организатор школы номер один города Твери Татьяна Тарасенко. Сегодня наш разговор вновь проходит в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Татьяна Павловна, до перерыва вы рассказывали о том, как вы готовились к всероссийским соревнованиям, да? Кто вам помогал? Вот остановились на роли Красного Креста. Здесь чем помогает эта организация? Красный Крест нам выделили человечка, который к нам приходил в школу. И тоже у нас был один день, когда она приходила с чемоданчиком. Потом мы уже этот чемоданчик оставляли с шинами. Потому что всероссийский конкурс, ну и вообще конкурс «Безопасное колесо» и «Городское областное» включает в себе станцию «Знания основ оказания первой помощи». Что очень важно на дороге, да? Что мы говорили, что каждый инспектор должен, он же первый приезжает часто на место ДТП, оказать первую помощь необходимую, пока еще не приехала и скорая. И также дети, да, получают основу. Да, они должны тоже какие-то основы, самые минимальные. Хотя, вы знаете, даже я считаю, что я с ними садилась и изучала тоже это все. Как бы и рану, и кровь остановка, и шину как наложить. И все это, вот она приезжала со своими шинами, со своим чемоданчиком волшебным, в котором все это хранилось. И потом дети, я говорю, когда вот уже Красный Крест нам дал основы, мы уже с ними тренировались и перевязывали друг друга. На мой взгляд, не только юные инспекторы движения, не только это движение должно обладать такими навыками. Наверное, в школе, возможно, такие навыки оказания первой медицинской помощи вообще как факультатив вести, чтобы каждый человек умел. Да, 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 скорее всего. Давайте мы несколько слов скажем о площадке, где тренировались. Павел Анатольевич, у нас есть в городе какая-то такая вот площадка для тренировок оборудованная. Я помню, раньше это был дворец детей и молодежи. Осталась эта площадка как в былые времена или сейчас что-то новое? Да, эта площадка, естественно, осталась. При этом на этой площадке проводится финал областного конкурса «Безопасное колесо». То есть дети со всей области, победители районных этапов приезжают сюда в Твери. На этой площадке проходит финал. Плюс есть площадки в отдельных школах. Они больше, сказать, не стационарные, они больше мобильные. То есть там выставляются на какое-то время знаки, элементы фигурного вождения. И тогда после этого только можно ее использовать. Сейчас мы уже как-то в одной из наших программ говорили о создании детского центра по профилактике детского дорожного травматизма. Практически центр этот уже создан. Сейчас идет закупка оборудования. И надеюсь, что вот это создание этого центра, оно во многом поможет. И, во-первых, и расширить географию, да, охват детей. И, во-вторых, все-таки будет место, где это будет все стационарно установлено. И дети смогут заниматься. Потребуется меньше вложений от родителей и от самих школ. То есть это будет все уже готово. Татьяна Павловна, а так вкладываться пришлось все-таки в организацию площадки на территории школы тем же самым родителям, да? Нет. Нет? Нет. Родители только, они, знаете, они помогали своим присутствием. То есть у меня, если шли уроки, они были вот на этих занятиях. На стадионе, в классе сидели, вот творческая, там, за компьютером. По ПДД мы изучали правила дорожного движения. Конечно, я хочу сказать, когда будет центр, наверное, там будет человек, который будет заниматься. Да, там, педагоги, методисты, все это будет. Вот это будет, конечно, здорово. Да, вот это вот здорово, да. Вот это будет здорово, потому что я говорю, что со своей работой я и уроки, и мероприятия, и все-таки мы находили время, подготовку к Всероссийскому конкурсу. Всероссийский конкурс юных инспекторов движения – это первенство среди обучающей общеобразовательной школы Российской Федерации. Можно немножко расскажешь? Да, конечно, интересно просто. Просто, я говорю, я получила такой колоссальный опыт, когда вот побывала на этом, я познакомилась с Камчаткой, с Муромском, Севастополь, Крым там. Я говорю, такое обширное, вот увидела, какая наша страна огромная, великая. Кстати, Татьяна Павловна, а как мы смотримся? Вот вы сказали, все-таки 24-е место, но наши детки на уровне? На уровне показали. Я вот сейчас буду рассказывать. У нас мальчик один, он без ошибок. Ответил тест правил дорожного движения. У нас такая станция была, станция знатоки правил дорожного движения. И он, я говорю, Егору Флату, замечательный мальчик, хотя он не очень так вот, когда вот мы готовились, я очень переживала за него. Зато он показал в Казани себя как лучший. Знаток раскрылся и вышел, говорит. Татьяна Павловна, зря это было. Кстати, вот эти правила мальчику наверняка будут потом в подмогу, если он будет сдавать вождение, да? Ведь это же все, каждый водитель должен знать правила. Ведь это же все идет от этого движения. Однозначно. Значит, станция знатоки правил дорожного движения, вот где мы показали тоже, я считаю, что хороший результат мальчик показал. Ну, когда это же командная была зачет, поэтому немножечко мы там поховали. Паховали, девочки у нас там немножко растерялись, все-таки такая аудитория, и там, ну, я не знаю. Дети, конечно, удовольствие получили огромное. Вторая станция знаний основ оказания первой помощи, вот мы на ней заняли 15-е место. Третья станция автогородок, вот как раз вот может быть на автогородке нам и не хватило баллов, потому что, ну, мы ездили, конечно, мы в ДДМ ездили, мы проходили там и тренировались, и в светофоры, ну, что-то, что-то как-то вот нам немножечко не хватило. Практики не хватило? Да, практики все-таки, да. У нас теория-то была подкована очень хорошо, а вот автогородок хромал. Затем четвертая станция фигурное вождение велосипеда, то есть дети восьмерку делали, и там небольшие такие статики были, ну, там очень интересно. Пятая станция – основа безопасности жизнедеятельности. Там тоже неплохой результат был, мальчик всего сделал одну ошибочку, ну, нам, в принципе, вот выходили, нам, организаторам, вообще дети у нас заходили в это помещение, где станции проводились. Вы не представляете, Татьяна Павловна, четыре человека лежали, мы накладывали шины, завязывали ему голову. Ну, все должно быть приближено к реальным условиям, конечно. Да, 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 все это было так. Ну, и очень хороший результат мы показали на творческом конкурсе. Это, конечно, мое. Я хочу сказать, что у нас агитбригады проводятся конкурсы, мы всегда занимаем первые места. Вот как я вот начала работать, у нас и старшие выступали первое место, и малыши у меня выступали в прошлом году, они были третий класс, они шикарно выступили. Агитбригада непосредственно по правилам дорожного движения? Да, по правилам дорожного движения. Вот в прошлом году была «Вместе за безопасность», «Вместе за безопасность», прям так она называлась. У нас была младшая группа, но мы молодцы. Вот на эти концерты тех же самых агитбригад помощь родители также оказывают? Ирина, извините, я переключу вас. Творческий конкурс мы заняли 21 место. 21 место среди 80 регионов. То есть это очень хороший результат. Отлично, отлично. Но мы вернемся к родителям. Насколько это важно, насколько поддерживают, да? Насколько сами родители показывают пример, не нарушая те же правила дорожного движения. Да, заинтересованность родителю очень важна. Я считаю, что личный пример родителя – это вот превыше всего. Я хочу сказать, что отряды ЮИД у меня вот позапрошлом году, когда я только начинала работу, мне сказали, что работа с родителями нужна. Мы выходили на родительское собрание с маленькой агитбригадой. Я думаю, что у них заложилось, когда вот дети обращаются к родителям, водителям. Говорят им, водители, вы же тоже родители? Да. Я считаю, что это вообще здорово, когда и родители откликаются на призыв, детское обращение. Конечно, плюс был, что мамочки были у меня нерабочие. Они только, вот я им позвоню, они сразу тут, они сразу детей собирают. Вот у нас там форму мы закупали, все это вот, подготовка была. Но вообще все это очень интересно. И вот если этот центр сделает специализированность больше. Вообще, это, Павел Анатольевич, о каком времени сейчас может идти речь, когда центр у нас в городе появится? Это этот год, следующий, пока неизвестный, что-то мы можем как-то... Пандемия закончится. Да, это однозначно этот год, но по поводу функционирования полноценно, ну, из определенных условий пока непонятно. Что хочется сказать в продолжение, вот то, что Татьяна Павловна говорила про конкурсы, про вот эти, их значения. Мы же видим, да, вот если взрослым очень понравилось это, да, то дети, представляете, как воспринимают на эмоциональном уровне то общение, которое они со многими регионами, со всей страны приехали, да, и приехав домой, дети это рассказывают родителям. А дети видят, что это им нравится детям. И они, как вот Татьяна Павловна говорит, тоже втягиваются в это движение. И вот просто даже вот здесь получается цепная реакция. Мы вот говорили, что у нас порядка трех тысяч детей занимается в отрядах ЮИД. У каждого из ребенка есть два родителя. Ну, допустим, там папа, может быть, не сильно касается, ну, возьмем только одного родителя, то есть это еще три тысячи человек, которые этим заинтересованы и которые будут это рассказывать еще своим знакомым. Понимаете, такой получается охват, то есть вот просто колоссальный. И, наверное, это нельзя никаким образом преумолять вот это вот значение. Да, то, о чем мы говорим всегда, это можно инспектору выйти десять раз сказать, да, а здесь уже с другой стороны изнутри как бы работа ведется. Та же самая по пропаганде безопасности. Кстати, Павел Анатольевич, вот такие энтузиасты, как Татьяна Павловна, часто ли встречаются у вас? Видно, что человек горит своим делом, да, и такие результаты, главное, что с любовью занимаются с детьми. Ну, вот из всех отрядов ВИД еще хотелось бы отметить, естественно, вот этот город Тверь, мы уже много об этом говорим, в Канаковском районе очень движение радует, соответственно, то есть это заслуга педагогов, и в Удомельском районе, в городе Удомель, тоже это серьезные у них результаты, то есть они выходили до этого на всероссийский конкурс. Немножко хочу так вернуться назад, что называется, вот Татьяна Павловна говорила про танцы, где, которые в рамках конкурса, какие испытания проходят. Хотелось бы по каждому из этих испытаний немножко пройти, как это может пригодиться в реальной жизни. Да, вот, конечно, игра игрой, такое ощущение, но не ради же конкурса все это делается. Конечно, да. Начнем с правил дорожного движения, но это очевидно, да, то есть ребенок начинает их изучать, если у него идеальные знания, то это ему поможет уже потом при достижении возраста успешнее сдать экзамен на право управления, это понятно. Второе, что касается медицинской подготовки, допустим, даже не будем говорить о ДТП, не дай бог, чтобы это пришлось делать детям, либо оказывать, но вот это вот то, что они потрогали своими руками, получили вот этот опыт и практику, это им позволит не растеряться в какой-то экстремальной ситуации. Ну, банальная ситуация, там на катке кто-то ногу подвернул, там порезался, то есть в ступор ребенок не встанет, он будет знать, что делать. Что касается фигурного вождения, ну, это тоже очевидно, то есть ребенок приобретает навыки управления велосипедом и впоследствии любым двухколесным транспортным средством. Потому что, как мы уже много говорили, да, у нас средства повышенной мобильности, имеется в виду двухколесные, у них траектории движения примерно одинаковые, если ребенок будет понимать, как управлять велосипедом, то и дальше у него будут устойчивые навыки. Да, это очень важно. А, кстати, как формируется, как выбираются дети в эти отряды? Вот Татьяна Павловна сказала, что вы выбираете актеров, да? Ну, если, ну, как бы старайтесь... Ну, я хочу, нет, я хочу сказать, что актеры – это в отряде юных инспекторов. Это пропаганда, это, значит, мини-сообщение по классам. А вот здесь уже с другой стороны я подошла. Здесь уже подошла, кто у меня хорошо водит велосипед. Это однозначно. А потом уже из него начинаешь все уже... Ну, то есть надо сначала посмотреть, как ребенок водит велосипед, да? Да-да-да. Вот я еще не сказала, значит, у нас был тренер велоспорта. Родители – это, конечно, тоже спасибо огромное. Они обратились к нему. Иванов Александр Иванович пришел к нам, посмотрел деток. Так, вот это ребеночек, наверное, останется на следующий год, а вот этих я возьму. Вот я думаю, что стоять на велосипеде надо, чтобы сделать это фигурное вождение. Ну, кстати, Татьяна Павловна, вы говорили, что у вас 12-летним возрастом не заканчивается. Я знаю, что у вас есть и лидеры, так называемые волонтеры. Что это за такие вкрапления в отряде? Значит, с третьего класса зарождается отряд ЮИИ, затем четвертый. В пятом классе я выбираю лидеров. То есть уже, ну, у нас же ведь есть и спортивная, и музыкальная школа, дети, которые заняты. Выбираешь тех, кто желает вот этим заниматься. Получается 10 человек. Отряда вот таких вот актеров, активистов, которые только вот им, что скажешь, сразу рука поднята. Пятый, шестой, а в седьмом классе уже из этих лидеров делаю волонтеров. То есть которые могут прийти в начальную школу и уже без меня рассказать о правилах движения. Без меня провести викторину, провести с ними маленькую агитбригаду. То есть они уже самостоятельные, они уже могут у меня сами выходить, аудиторию. То есть в чем-то обучают, да, малыши? Да, да, да. Уже как-то в помощь педагогам, в помощь институтам. И так можно до окончания школы, да, детям? Я не знаю, как вообще. Посмотрим, у меня пока седьмой, потому что у меня мало времени как бы было с этим работом. Но было бы замечательно, да, чтобы детей доводить до такого, до уже солидного возраста. Сейчас вот добавлю вот по этой теме. Сейчас вот очень широко муссируется на всех уровнях вопрос увеличения возраста вот этого отрядов ЮИД. То есть внесение изменений вот в положении об отрядах. Ну потому что видно, что это нужно и помогает. Павел Анатольевич, мы были с вами на, вот у нас был региональный взлет. Как называется? Радийский, всеобыч. А, всеобыч? Радийский, всеобыч, да. В основном, да. Вот ЮИД России там говорили, что путь ЮИДовца. Сначала ЮИД-отряд, затем лидер. Вот как вот у меня вот это начиналось. Потом волонтеры. Волонтеру уже 13-14 лет. И наставник 15-16 лет. Вот сейчас... Ну, а 17 это уже профессия ЮИД. Ну, да, да. Уже может ребенок получить права. Ну, вот это как бы путь ЮИДовца, еще пока он не утвержден. А сейчас слушают нас, допустим, школьники Тверского региона, и у кого-то возникло желание. Хочу в такой отряд. Что вы посоветуете? Как стать юным инспектором движения? И где в каждой ли школе есть такие отряды? Что для этого нужно? Нужно ли состояние здоровья или как-то там проверяется? Что можно посоветовать детям? Ну, практически в каждой школе, да. Татьяна Павловна, там более подробно сейчас расскажут, какие у них критерии. А в целом это нужно только желание. Желание ребенка, желание подростка. Татьяна Павловна, несколько слов о том, как у вас это происходит. Вы приходите в класс и говорите, что есть возможность стать юным помощником. Да, вот у нас, знаете, как происходило, все в актовом зале. Собираю параллель, провожу викторину. И потом маленький такой небольшой конкурс на конкурс рисунков. Потому что начальная школа очень любит у нас рисование. И затем выбираешь вот эти самые красивые рисунки по классам. Конечно, у нас есть классы, которые прям видно, что они как-то начали гореть этим. Я их завела, так скажем, может быть. И приходишь в этот класс и говоришь, ребята, а может быть мы создадим с вами отряд юных инспекторов от решения. А чем мы будем заниматься? Мы будем пропагандировать культуру поведения на дорогах. Мы будем выходить с рейдами. Мы будем агитбригады проводить, викторины, игры. И вот они немножечко начинают загораться. Ну, не знаю, я, наверное, уже так вот могу увидеть. Вот этот класс я возьму. Из них 10 человек я выберу и буду с ними работать. Я говорю, что и класс берешь, потому что кто-то в течение года начинает или куда-то, может быть, в какую-то секцию идет. Родители говорят, он не может этим заниматься. Потому что занимаюсь я раз в неделю однозначно. Иногда и два, если это... Вне занятий школе. Да, 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 вне занятия. Если нужна какая-то подготовка к каким-то бригаде, вот мы, городской конкурс у нас. Ну, мы теперь видим, вот как объяснил нам Павел Анатольевич, что все это, ничего здесь не проходит бесследно. Все это необходимо для практической жизни, для взрослой будущей жизни детей, да? У нас программа подходит к концу. Мне бы хотелось, Павел Анатольевич, чтобы вы дали совет относительно вот этой обсуждаемой нами темы. Совет жителям региона. Ну, я коротко скажу. Во-первых, как бы дети не занимались в отрядах, как бы они бы сами не соблюдали правила дорожного движения. То есть личный пример родителей все-таки играет ключевую роль. Поэтому все-таки, как бы мы вот ни работали с Татьяной Павловной, то есть все может быть перечеркнуто одним нехорошим опытом со стороны родителей. Поэтому, пожалуйста, личный пример. Второе. По поводу значения отрядов ЕИ. Тут просто коротенько скажу. У нас 285 отрядов. Если хотя бы благодаря деятельности одного из отрядов удастся предотвратить одно ДТП, это минус 285 ДТП, это минус 285 раненых. И, возможно, спасем-то даже чью-то жизнь. Спасибо огромное. Напоминаю, что сегодня мы беседовали в программе «Тема дня» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Моими собеседниками были заместитель начальника отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области Павел Власов и педагог-организатор школы номер один города Твери Татьяна Тарасенко. До свидания. Будьте здоровы. До свидания. Будьте здоровы. До свидания. Будьте здоровы.